Коми медча иджид вэр сарегион, кэны уджала медуна, вэр переработает ан оумыз. По заптам анмян иджид опыт, а они и пыдые переработка дадач продукции, а вэчуман ми воджин жалой. Инвестория стадана мян пожал не осылыш, но колонышта он же квечтавны осылыш. Медвойсны мян орда да вождь талесны вэльпроизводстваяс. Там огощ и возъяс юралыш коми, нодны, бизнес-форум, площадка нас борисны, вузачан промышленная палата. Мы немножко так ошиблись и ожидали 60-80 участников, а на самом деле их уже порядка 140. Поэтому мы рады этой ошибке и считаем, что это хорошо. Почему Сыктывкар, почему торгово-промышленная палата? Ну, во-первых, торгово-промышленная палата – это очевидно, это площадка для развития бизнес-направлений разных отраслей и разных территорий. Почему Сыктывкар? Ну, потому что республика Коми на сегодняшний день является одной из самых передовых с точки зрения продвижения биотопной тематики. Коечко-кодво став в Эрса-регион Лоис-Щёкоден. Отпошли став продукции с влеводженмуна Суирсе. Выншедым ладомес вы знакомы свежный иналан рынокес. Регут кадан вэльпо в дон явное производство яслыш-пожелун. Республика выншедый сычущен антикризисный план. Тай от салис омас яслыш-кодчищный виден ужал исчез, да аскадовештый налог яс бюджетом. 21-й год ковидный и 22-й начало СО практически перевернул отношения производителя к производству билет, брикет. Ну а нас, меня и правительство республики простимулировало для того, чтобы наши лесозаготовители, лесопроизводители не обанкротились, не остановили свою работу. Особенно те, кто работал именно на производстве, ну, унифицированы пилеты и брикет, потому что практически 90% биотоплива, особенно пилеты, уходили на экспорт. Тот экспорт, который в одночасье просто закрылся, и нам нужно было очень быстро перестроить работу предприятия. И повторяю, при этом в итоге мы не потеряли ни одного рабочего места и не закрыли ни одно предприятие. Пилет брикет вычищаясь, рощуя пащ, тала чушь пандащи сны иджет мычаткад, и навнаджин продукциясы лои некаджи. Как воссайн арт, миссы жмой, куи миллион тонн наш, кыкыслой, кофтаман, овмас яс вермесно тупкочным, и экономикан, вермесно кыптаны иджет мычат яс. Президент, сэки вази спетантуй, выжидны котельны яс, мазут да газан ломтамыч бурич брикет ясвылы. Это достаточно большие средства для республики, а в целом по стране было субсидировано всего 10 миллиардов рублей, вот почти 20% досталось республике Коми. В прошлом году мы эти средства довели до компании, которая будет заниматься производством работы. Вот это Коми коммунальные технологии, Коми тепловая компания. Они заключили контракты на генподрядные работы, и в этом году был оплачен аванс в размере около 50%. А на сегодняшний день от одной котельны мы отказались в поселке Талый, в связи с тем, что поселок уменьшает объем потребления, и котельная там не нужна. Сейчас у нас идет пересогласование замена одного объекта. Республика Ачж выношает из ломтамычащие ослы субсидия. Производство в Ильмадамда, Эдьяс, Соттамвала, Виджам, Щемыч, Бергады, Джинсы. Давайте вспомним прошлый год, также февраль месяц, 23 февраля, было большое совещание по развитию лесопромышленного комплекса в Архангельске. Одно из поручений, важных поручений президента, это выделение более 15 миллиардов рублей, как раз на перевод, в первую очередь, муниципальных котельных на биотопливо, и финансовая поддержка производителей котлов, именно отечественных производителей пилетных котлов, и, конечно, регулирование тарифной политики. Я думаю, что это основные такие меры, где муниципалитеты и регионы нашли поддержку от федерального центра. Республика Коми имеет определенный богатейший опыт, и с этим опытом Владимир Викторович выступал на большом совещании по развитию лесопромышленного комплекса, который проходил в феврале прошлого года, где президент дал большой перечень поручений для того, чтобы поддержать производителей, которые занимаются развитием именно этого направления. И Владимир Викторович тогда рассказывал о том, что у нас в республике уже работает более 20 предприятий по производству биотоплива, что республика поддерживает эти предприятия, и что в планах очень много задач, которые стоят перед республикой. Тут мы решаем вопрос не только реализации биотоплива, которые сегодня имеют перепроизводство, а мы еще решаем фундаментальную задачу поддержки всего лесопромышленного комплекса Республики Коми России, потому что на самом деле цепочка, да, она не прерывается, только биотоплива, утилизация отходов. Это действительно, на самом деле, это производственные мощности, потому что они достаточно сегодня у нас созданы, они создаются, они модернизируются. Татьяна Супряткина, Алексей Паршуков, Юрган, Телеканал.